Коммунисты, общественники, представители коммунальных служб собрались сегодня за одним столом, чтобы выяснить, кто потворствует монополистам в вопросе повышения цен на предоставляемые услуги. Иногда разговор переходил на повышенные тона. Монополисты никак не могли втолковать людям, что тарифы поднимаются не на пустом месте. Прийти к единому знаменателю в вопросах тарифной политики, даже сидя за столом без острых углов, у монополистов и потребителей не получается. Жители не могут понять, почему антимонопольный комитет одобряет любые, по их мнению, заявки коммунальщиков. Они там пишут свои цены, антимонопольные там подтверждают и все. Антимонопольщики не должным образом? Нет, может, должным, не должным образом, но, в смысле, почему я говорю независимые эксперты, потому что здесь, значит, или может квалификация, или это разница, потому что монополисты работают. И пока одни считают, что тарифы на коммунальные услуги раздуты сверх меры, другие утверждают обратное, коммунисты бьют тревогу. В Южно-Казахстанской области тарифы поднимаются без согласования с местной исполнительной властью. Но, вероятно, борцы за всеобщее равенство забыли, что в общественных слушаниях по новым тарифам обязательно присутствуют специалисты местных акиматов. А, значит, чиновники в курсе того, когда и насколько планируется поднимать тарифы. И еще одно у нас предложение, это вот с 2012 года идет. Мы говорим, вот стандарты оплаты вообще вот коммунальные, жилищно-коммунальные эти, выработать новые стандарты, где, чтобы эти оплаты коммунальные услуги не превышали 10% от заработка семьи совокупного. 10%. Но пока у нас получается, что очень большие проценты от зарплаты платим. Вот и получается, что говорить о проблеме можно много, а действенных способов решить ее, увы, нет. Саида Турстуметова, Константин Исупов, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании «Отрав».